Друзья, всем привет! С вами Никита Дилы и мы продолжаем играть на карте Регион 18. И давайте, друзья, посмотрим, что мы имеем на данный момент и что нам за сегодня нужно будет сделать. У меня в прошлый раз что-то как-то все пошло не по плану и работать с материалом, который записался под конец, было невозможно, поэтому я его вырезал. Но сейчас я вам обязательно покажу, что я сделал. А именно мы засеяли вот это замечательное поле двумя культурами. Я решил сделать здесь небольшую дорожку, чтобы проще было все это дело собирать. Слева у нас растет кукурузка, справа у нас растет подсолнечник. Ну и, как понимаете, сегодня нам нужно это дело убрать и заново засеять это поле. Правда, я пока еще не решил, чем все будет зависеть от наших финансов. Далее, 14-е поле. Я его перед посевом просто тупо покосил, не собирая волки. Соответственно, потом я мотал время и оно еще раз выросло. Поэтому здесь у нас, скажем так, вдвое больше травки будет, если мы его сейчас еще раз покосим. Но, как обычно, вы знаете, что мы будем делать с этой травой. Мы ее затюкуем и отвезем на ПГА и получим за это кругленькую сумму. Далее у нас идет мельница топлива. Есть у нас, собственно, 50 тысяч литров биодизеля уже. Вся канола переработалась, которую мы сюда отвезли. И неплохо было бы его вывезти. Но для этого нужна вот такая вот бочка за 76 тысяч евро. И я не могу ее себе сейчас позволить. Хотя, надеюсь, к концу серии мы ее все-таки купим и продолжим производство биодизеля. Ну и, друзья, мельница. Все переработалось уже, что мы здесь засыпали. Поэтому все это дело нужно вывезти и продать. Я его вот сюда вот аккуратненько, ну, как аккуратненько, в общем-то, поскидывал. Поэтому мы на Мани сейчас приедем и все это дело заберем. Поэтому, друзья, давайте, собственно, начинать работу. Тем более у нас скоро дождик обещает быть. Правда, это может случиться и через пару часов, но не суть важна. Основная проблема на данный момент то, что у нас только один ман. Один тягач. И я не смогу одновременно поставить его работать с этим комбайном. И сам кататься, возить тюки и муку и так далее. Поэтому нам, по сути дела, нужен еще один тягач. Плюс для вот этого замечательного комбайна нам нужна жадка. Жадка, которая умеет собирать подсолнечник и кукурузу. И игра предлагает, что в комплекте к нему идет вот эта капелла. В принципе, будем отыгрывать роли, поэтому купим именно ее. 40 тысяч она стоит и шириной на 9 метров. Все хорошо. А тягач стоит 138 тысяч. И, по сути дела, 40 тысяч нам сейчас и не хватает. Поэтому я предлагаю сразу же поставить нашего оранжевого друга, вот этого стейра, на работу по покосу. По-быстрому нафармить 40 тысяч евро и заняться, собственно, уборкой поля. С другой стороны, у нас есть вот этот замечательный желтенький комбайн, который, по сути дела, нам уже нахрен не нужен. И мы можем его смело продать. И, может быть, ребята, давайте так и сделаем. Я все равно не планирую им больше пользоваться, хотя он нам в свое время очень сильно помогал. Ну и все, мой друг, прощай. 85 тысяч сам комбайн и 13 жатка. До свидания. И у нас, соответственно, теперь есть деньги и на Татру, и на жатку. Ну и давайте сразу же все это дело купим. Жатка капелла. Можно цвет выбрать. Какого цвета у нас-то? Давайте возьмем вот этого, чуть что, потом перекрасим. Это небольшая проблема. 700 евро. Посмотрим, как она будет смотреться на Ростельмаши. Или взять черную сразу и с этим точно не прогадаешь. Серую, например, вот такую. Нет, давайте возьмем вот такую темно-красную. По-моему, такой цвет присутствует на нашем комбайне. Мы ее покупаем. 40 тысяч 700. Ну и Татра, конечно же, как обычно оранжевая. Вы, наверное, уже угораетесь с того, что я помешан на этом цвете. В общем-то, покупаем. 140 тысяч. До свидания. Жатка у нас еще и складная. Это вообще замечательно, на самом деле. Короче, скидываем все это дело на базу. Сбросить. Да. И жатку сбросить. Да. Добро пожаловать на нашу базу. Я надеюсь, вам у нас понравится. И знаете, ребята, что я еще подумал? Нам нужно немножко здесь все переделать. Потому что мановский маршрут не работает. Точнее, наш маршрут поле 11 база, он не работает с маном. Он там цепляется два раза за всякую хрень. Поэтому нам нужно переписать маршрут. И я, наверное, хочу переставить пополнялку сейлки куда-нибудь. Правда, я еще не придумал куда. Но сначала мы старую продадим. И удобрялку мы тоже продадим. Сейчас куда-нибудь поставим. Чтоб удобно было ездить. Потому что есть некоторые косяки с этим делом. Давайте семена мы будем пополнять вот здесь, на выезде. Точно так же, как и заправка топливом будет осуществляться. Оно, конечно, не очень красиво здесь будет стоять. Просто сюда на въезде ставить не вариант. Здесь у нас заправка стоит. И потом мы будем желательно отсюда вот так вот по прямой ехать на эту самую. Можно, в принципе, вот сюда ее поставить. Просто чуть-чуть поближе. И будет оно хорошо смотреться. Давайте, наверное, сюда вот и впендюрим. Не будет резких поворотов здесь. Поэтому все будет хорошо. Выполнялку удобрений поставим вот сюда. Проедем здесь. Она здесь и стоялась, по-моему, да? Проедем здесь ровнее. Сделаем просто вот такой вот большой здесь поворот. Пологий. И все будет работать. Я, наверное, сейчас тупанул, что для удобрений тоже снес эту хрень. Ну да ладно. 50 тысяч у нас в любом случае еще остается. Это нормально. Ну и что ж, давайте начинать работу и затестируем нашу Татру. Итак, открываем курс плей. И находим наш маршрут поле 11 база, который мы нахрен стираем отсюда. И начинаем записывать новый маршрут, который постараемся сделать, чтобы Ман на нем чувствовал себя комфортно. Ну и вроде как все должно работать с этим делом. Сохраняем этот маршрут под названием поле 11 база. И ставим этому маршруту сразу работа с комбайнами. Выбираем наш единственный на данный момент комбайн Торум, который рос сельмашевский. И запускаем по маршруту. Он, собственно, его ищет и ждет наполнения бункера. Ну и этого товарища тогда надо тоже сразу ставить на работу. Нет, тут какой-то довольно ярко-красный цвет. Я, видимо, прогадал с жаткой. Нет, здесь некрасиво будет она смотреться, если будет просто лежать. Надо ее куда-то положить. Например, вот сюда вот под заборчик. Например, вот так. Все, пускай здесь валяется. Нормально она здесь будет смотреться. Не как адский мусор. Да, надо было чуть-чуть ярче красный ставить. Давайте сразу перекрасим его. Чтоб не бесило. Все равно не похоже, но да ладно, хрен с ним. Мне вот эта труба, конечно, торчащая не очень нравится в этом Торуме, но да ладно. И генерируем маршрут, как обычно, все по-старому. Взад-вперед, без поворотной полосы. И смотрим, откуда бы его запустить. Можно его запустить вот отсюда, и все будет не очень хорошо. Он начнет собирать кукурузу. И тогда хрен с ним. Пустим его с самого старта. Выключаем вот эту хреновину. Разворачиваем комбайн. Разворачиваем сжатку. Включаем комбайн. Прорежаем чуть-чуть, чтобы все было четко и ровно. Возвращаемся обратно. И со следующей ближайшей точки его запускаем. Все, друзья, вы работаете. Я надеюсь, моя помощь вам не потребуется. Ну, а мы возвращаемся на базу. И едем обрабатывать 14-е поле. Для этого берем самый мощный наш трактор. Отсоединяем от него сейлку. И поехали. И знаете, что, ребята, я еще подумал. Надо поставить сюда какой-нибудь гараж. Но это, видимо, уже в следующей серии. Потому что те гаражи, которые здесь есть, они чертовски здоровые. И его ставить сюда некуда. Хотя есть вот такой вот малонавес для машин. Слушайте. Я его даже что-то как-то и не заметил. Для красоты всунуть их вот сюда сколько нам надо. Нам один на косилку, один на жатку и один на... Чтобы оно все не валяло здесь. Слушайте, можно и всунуть три таких штучки. Вот здесь один. Здесь один. И здесь один. И здесь один для чего-нибудь. Ладно, я подумаю потом, наверное, на этот счет. Сколько он стоит? Потому что 4 тысячи. На три штуки 15 косарей надо. Ладно, сейчас жалко эти 15 косарей. Поэтому... Так, по-моему, с этой стороны надо это дело подсоединять. Там есть разница. К трактору он подсоединяется с любой стороны. А ко второй косилке нет. Ну что, я не угадал, хотите сказать? Вот видите, я не угадал. А вот так вот она становится. Ладно. Где наша валковая жатка? Далеко. Вот этот трактор, кстати, не так перевешивается, как фент. Когда мы наперед две косилки сразу повесили. Но он мощнее, тяжелеет. Все понятно. Ну что, друг, у тебя есть замечательный маршрут, который мы сохранили. Называется он «Поле 14, трава 8,3 метра». Мы загружаем маршрут. И со стартовой точки разные полевые работы едь работой. А мы тем временем возьмем мана и поедем, отвезем всю нашу муку на ЖД-станцию. Или, я смотрю, выгоднее немножко, конечно, в ресторан отвезти пшеничную и ячменную. Давайте все отвезем в одно место. Тут похрен на эти копейки, на самом деле. Так, мне понадобится, конечно же, помощь. Потому что я не помню, какими кнопками оно у нас все тут работает. Нам нужны палеты. Ставим автозагрузку. Это, в принципе, мы выключаем. И начинаем собирать. Можно даже просто выйти и покидать. Все это дело на ман. Вот таким вот образом. Иногда это проще, чем кататься. Что там, еще один влезет, да? Нет, еще один не влезет. Мы полностью забили ман и только пшеничной мукой. Видимо, раза четыре нам придется сюда смотаться. Но да ладно. Ну, друзья, смотрите. Здесь у нас находится зона выгрузки. Но, чтобы ценник не обвалился, мы сначала все сюда привезем. Все справа. Вот так вот сюда выгрузим. А потом продадим все за раз, чтобы ценник не обваливался. Субтитры делал DimaTorzok И, друзья, у нас закончил покос и волкование наш трактор. Поэтому имеет смысл с него отцепить все это барахло и поставить все это дело тюковать. Запускаем прямо отсюда со стартовой точки и возвращаемся к нашему ману. Продолжаем возить муку. Ну и что, друзья, паркуем ман. И, собственно, все вот это вот дело нам нужно сейчас покидать сюда и продать. Может быть, и проще было бы это сделать маном, но на самом деле не совсем проще. Потому что этот триггер меньше по размеру, чем платформа мановская. В общем-то, в любом случае, давайте начинать все это дело сюда закидывать. Отличное начало просто. Полетело все далеко не туда, куда надо. А давайте попробуем просто взять один поддон и тупо вот так вот затолкать это все дело. Я, конечно, не скажу, что прямо получилось как надо, но что-то тут получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, друзья, 135 тысяч мы получили за нашу муку. В принципе, не так уж плохо, если так подумать. Три прицепа муки мы отвезли, переработали, привезли сюда. Кстати, у нас еще там отруби появились. Я, правда, пока что не разобрался, куда их девать. Раньше их не было. По крайней мере, в предыдущей версии карты, в которую я играл. Ну и пока мы продали муку, пока мы это дело все продавали, уже успели, наверное, натюковаться. Тюки на 14-м поле, поэтому поехали собирать их. Да, друзья, мне определенно нравится этот комбайн, потому что он уже собрал практически все. Пока мы отвезли 6 поддонов, с 6 прицепов, с поддонами и все. Уже все практически готово. Ну, точнее, пол поля, засеянной кукурузой. Ну что, у нас тут, в принципе, весело. Куча тюков, поэтому давайте их собирать. Только единственное, надо поставить сюда раунд бейлс. Собственно, нажимаем X и погнали все это дело собирать и возить. ДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАДАД Ну и что, друзья, кажется, мы догнали наконец-таки нашего тюковщика. Поэтому есть у нас, скажем так, минутка немного передохнуть. И сейчас заодно посмотрим, начнет ли собирать подсолнечник наш. Ты серьезно? Вот только я на тебя первый раз посмотрел, и ты начал заниматься какой-то херней. Вот нахера ты это делаешь? Все-таки решил кукурузу. Сначала долго думал, чего же он берет больше. И все-таки решил, что кукурузы берет больше. А вот это уже пошло нехорошо. И в принципе, наверное, и хрен с этой полосочкой. На самом деле впадлу из-за, сколько тут будет, 10 тысяч литров этой кукурузы, хрен с ней. Отправляем на разгрузку и продолжаем собирать подсолнечник. И все будет огонь. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вроде как у нас насобирались тут очередная партия тюков. Насобирались партия, да. Поэтому мы, друзья, продолжаем их возить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и все, друзья. На этом у нас по тюкам все. Отвозим ман в стойло. Он нам сегодня еще понадобится. Ну, не понадобится платформа, сам ман нам еще пригодится. Все, бросаем прицеп здесь. Ман выгоняем из гаража. Поставим его, например, вот сюда. Пофиг, пускай здесь стоит. Но от этого трактора, соответственно, отсоединяем тюковщик и трактор сам везем на базу. Все, друг, стой, жди своего часа. Он, в принципе, скоро придет. А мы пока перейдем на БГА. И у нас тут есть дохренища силоса, который нужно продолжать продавать. Единственное, только надо заправить наш погрузчик, потому что в прошлой серии у него закончилось топливо. Вот сейчас бочка стоит ровно так, чтобы он сам заправлялся, если он забирает из второй ямы. Но так как из второй ямы маршрут не соответствует первой, то, соответственно, у него закончилось топливо. Там не так много силоса, кстати, осталось. Он за прошлую серию практически все уже убрал. Сколько тут? 22 тысячи. А, так это 4 ковша. Может быть, он даже и забагался трохи под конец. Это вполне нормальная практика. Но сейчас, в общем-то, посмотрим, как он будет с этим делом справляться. Ну что, выставляем его на маршрут. Вот это дело у нас все сохранилось, работает, поэтому запускаем. В общем-то, в теории он должен все это вывести и прислать нам уведомление о том, что он закончил работу на маршруте. Что тут ни хрена не осталось. В общем-то, я думаю, минут 5 ему нужно на то, чтобы закончить работу. На 11 поле у нас ребята тоже уже почти закончили. Не так много им тут осталось. А мы тем временем перейдем в магазин и купим себе вот такую вот замечательную бочку для всех жидкостей, которые есть на карте. 76 тысяч она стоит. Плюс мы ее, как обычно, покрасим. Как обычно, в общем-то, поставим. Короче, вот такие декали. Я даже не помню, что они обозначают. В общем, покупаем это все дело. 78 тысяч. И сразу же сбрасываем на базу. Берем мана, подцепляем эту бочку и едем, забираем биодизель, который у нас на мельнице топлива уже переработался. Симпатичная бочка на самом деле. Только я где-то тут промахнулся, да? Уж простите, ребята, я не помню по карте, где находится. Раньше... А, да, все правильно. Раньше просто в другом месте находилась эта мельница топлива. И я опять промазал. Я гений. Подъезжаем вот сюда и наполняем это все дело. И у нас обычное топливо. У нас не биодизель грузится. У нас обычное топливо. Следовательно, есть тут некоторая ошибочка в текстурке. А я вам еще в первых сериях говорил о том, что раньше все было немножко по-другому. Поэтому можно было эту канулу не продавать, а сделать из нее дизель и заправлять свою бочку. Ту маленькую. На самом деле можно переделать дизель в биодизель. Это делается на складах. Та хреновина, которая стоит у нас на базе, там две бочки есть. Туда можно загрузить дизель и биодизель. Но когда мы будем выгружать оттуда, то будет выгружаться просто дизель. И где-то здесь было еще хранилище биодизеля. Я вот только не помню где. Но в общем-то где-то было. И там было все с точностью наоборот. Можно было туда и то, и то загрузить. А выгрузить соответственно биодизель. На самом деле не суть важна. Все наши производства, которые требуют биодизеля, они с удовольствием будут и обычную солярку жрать. Поэтому не будем акцентировать на этом внимание. Ну и соответственно выгружаем все это дело. Тут кстати есть динамический шланг. Но из-за того, что я очень красиво подъехал, он прорисовался прям как-то вообще по конченному. Ну и все, вроде как на сегодня нам получается эта бочка не нужна. Но она нам в принципе нужна, поэтому я ее купил. Хотя топливо можно было по сути дела и маленькой повозить. Правда пришлось бы 10 раз туда-обратно съездить. Это не очень хорошая мысль. Все, цепляем эту бочку. Мана точно так же бросаем здесь. Он нам еще сегодня понадобится. А пока что мы берем нашего малыша Фортиса и цепляем к нему вот эту вот самую бочку. И едем удобрять наше поле. Единственное, ребята, мы с вами, как и в прошлый раз, освободим немножко место вот здесь. И наполним первую партию дегистата отсюда. А он пока немножко покачается. Господи, я угораю с этого. Хотя меня даже это бесит немного. Но и некоторая такая часть угара в этом тоже есть. Что происходит там внутри в тракторе? Почему он так качается? Запустим мы это, друзья, все дело вот с этого угла. Не по кругу. Ставим удобрение и посев. И генерируем маршрут на 11 поле вот из этого угла. Я думаю, что он не догонит наш комбайн, потому что он все равно довольно долго это будет все делать. Конечно же, к этому маршруту мы добавляем поле 11 БГА дегистат. Вот этот маршрут для того, чтобы он ездил и пополнялся. Давай, друг, со стартовой точки мы тебя запускаем. Я надеюсь, ты справишься. У тебя не возникнет особых проблем. Хотя вот он уже начал поливать и выливает наш драгоценный дегистат. Все, друг, работай. А этот, видимо, закончил работу. Хотя, на самом деле, я бы ему даже немножко помог. Можно, в принципе, взять и самим выгрузить остатки силоса отсюда. Ну и все, друзья. Почти пять серий у нас ушло на то, чтобы очистить одну яму. А у нас еще полностью три забитых. Маршрут мы сбрасываем и БГА-2 прот. Вроде как он должен работать. По крайней мере, вот начало у меня тут распродано. Эдрук стоять. Вроде работает, если что, поправим. У нас тем самым забуксовал вот этот идиот. И, наверное, потому что разворачиваться в пределах поля стоит нет. И я сам в этом немного даже виноват. Но не беда. Поправить кого угодно мы можем без проблем. А что ж ты так-то поехал? Ага, ну ладно. Тебе виднее, что делать. Итак, друзья, у нас закончилась работа по уборке. Значит, вот этого парнишку мы отправляем на базу. И говорим ему остановиться, чтобы мы его потом сняли. Он сейчас уедет и даст, соответственно, проехать трактору. Но вот этого парня мы просто отгоняем в стойло. И он будет ждать своего часа. Скорее всего, в следующей серии он нам, кстати, не понадобится. Есть такая вероятность. Теперь же из мана мы, точнее из татры, мы все содержимое высыпаем и подгоняем его вот сюда. И наполняем тем временем пшеницей, потому что мы сейчас поотвозим все это дело. Только будем это делать не на татре, а на мане, потому что он ездит чуть быстрее. Татра у нас будет использоваться для курс-плея, чтобы работать с комбайном. Поэтому мы ее паркуем вот здесь. Мне надо вперед чуть-чуть подъехать, а то как-то прям некрасиво. А сами же берем мана и отвозим опять-таки по одному прицепу всего на мельницу и на мельницу топлива. Еще, друзья, у нас насобиралась целая куча отрубей. Я так понимаю, что это вот этот вот значок, который, я не знаю, видите ли вы мышку, она как-то появляется на видео временами. В общем-то, первый, который идет, по крайней мере, очень сильно похоже на это. И мы можем отвезти это на склад-элеватор и там продать по цене 449 евро за тонну. Вообще, муку надо было возить сюда. Пусть и дешевле, но намного быстрее будет ее здесь продавать. Да, принимается тут все это дело. И вроде как неплохая копеечка. Нам сейчас прилетит 20 тысяч. Ну что, нормально? Еще лишних. 20 тысяч чисто со трубей. Хорошо. А отруби, кстати, можно хранить здесь. А здесь вообще можно все хранить? Это довольно-таки хорошо. Ну ладно, мы сейчас берем канолу и везем ее на биодизель. Точнее, на мельница топлива. Ну и, друзья, мы еще также возьмем подсолнечник и отвезем его на завод по производству растительного масла подсолнечного в простонародье. Правда, оно у нас делаться пока что не будет, потому что туда нужна вода питьевая. А чтобы ее получить, нам нужно то ли на водоочистную станцию отвезти биодизель и обычную воду, то ли же на скважину отвезти просто биодизель. Что мы, в принципе, и сделаем сейчас, сразу же после того, как отвезем подсолнечник. Только заезда справа у нас, я так полагаю, нету. Нужно будет его объезжать, но да ладно. Или есть тут, можно будет заехать. Так, завод чипсов и завод масла, я так понимаю, направо. Да, мы проедем. Чипсы мы чуть попозже будем делать, нам для этого картошка нужна, сами понимаете. Так, сюда масло мы здесь будем его получать. А, оно, кстати, не в поддонах, а в таком... А сюда, я так полагаю, можно сгрузить это самое масло и перевести поддоны. И, соответственно, масло будет в поддонах. Вот так вот это все работает. Да, и вот здесь оно в поддонах будет у нас появляться. Но для этого... А, еще картон нужен будет для поддонов. Поддоны. Короче, все здесь сложно. Но вот сюда мы высыпаем подсолнечник, и хотя бы чуть-чуть у нас уже будет начато это самое производство. Так, давайте посмотрим, в поддонах или просто так оно дороже. Вот охотбаза его по 900 принимает, если его просто так использовать. А без поддонов его и нету. Ну, видимо, одно и то же. Я, в общем-то, не вижу. Ну, хорошо, пусть подсолнечник здесь будет. И воду, да, вот сюда вот у нас высыпать. Все хорошо. Ребята, скважин у нас на карте несколько, поэтому мы отвезем чуть-чуть биодизеля сюда, и отвезем чуть-чуть туда, и еще заедем, поставим в производство угля. Внизу карты у нас в правом нижнем есть уголь. Мы также туда отвезем биодизель, и пускай нам вырабатывается немного угля. На этом, в принципе, тоже можно делать деньги. Ну и все, друзья. А у нас тут тем самым пошел дождик, который обещал быть еще 3 часа назад. Тем временем, уже больше, чем полполя, я так смотрю, удобрено. Поэтому можно ставить трактора на вспашку. Я надеюсь, сегодня, как в прошлый раз, не поймает беса наша Вальтра. Мы, кстати, ее еще сегодня вообще не использовали. Ну и я надеюсь, трактора с плугом не догонят удобрялку, потому что она все-таки работает довольно-таки медленно. Ну а мы, как обычно, генерируем маршрут, сделаем на 3 метра, дабы... А нахрена на 3 сделаем на 3,6 метра? Пофиг. Расположение старта, бла-бла-бла, все как обычно. Возврат на старт пускай будет, да. И будем мы это делать тремя тракторами. Генерируем маршрут. И этот пускай поедет слева. И запускаем его со стартовой точки. Разворачивать в пределах поля, да. И плуг за границей поля тоже, да. Обязательно. Ну а мы пока берем вальтру, отсоединяем сейлку и делаем, в принципе, те же самые действия. Единственное, только сбрасываем ему маршрут, ставим разные полевые работы и копируем ему маршрут от терус-ЦВТ. Перечное смещение почему-то не выстроилось. Ладно, если отсоединить и присоединить. О, вправо выставилось. И у этого друга вправо стоит. Вроде как мы перезапускали игру, но не должно сейчас лагать. Пускай этот едет по центру. И со стартовой точки мы его запускаем. И берем еще нашего зеленого друга. Третьим сегодня будет. Он берет третий плуг и делаем те же самые действия, что и с прошлыми. Цепляем на него плуг. Копируем маршрут. И поедет он по правой стороне. А еще, друзья, я тут случайно обратил внимание, что вот этот товарищ почему-то стоял. И поехал он только когда мы на него переключились. И это очень странно, поскольку наши плуги, кстати, его тем самым догоняют. Что это ты, друг, такое себе позволил, а? Интересно мне знать. Ну и, друзья, у нас подходит к завершению и вспашка, и удобрение, собственно, поля. Удобрения у него закончились. И мы его снимаем с маршрута. Хрен с ним, с этим... Тут две капли буквально ему не хватило. Отгоняем этот трактор мы на место. Точнее, на начальную точку, откуда он будет стартовать, когда он будет удобрять поле второй раз. Точнее, второй раз. Его можно сейчас пускать. Что-то я затупил на самом деле. Только единственное, что нам надо, это еще раз опустошить хранилище дегистата, которое у нас было с ферментаторов. Поэтому поехали оттуда. Загрузим дегистат. И поставим его удобрять поле еще раз. Ну и тут у нас осталось еще 12 тысяч, поэтому один раз мы еще сможем такое провернуть. Но это, видимо, уже в следующей серии. А сейчас ставим его опять работать со стартовой точки. И поехал. А он, видимо, ездит на ту точку, где он закончился в прошлый раз. Но нам надо со стартовой, друг. Стартовая здесь. Если ты не хочешь так, то мы сделаем с ближайшей. Поедешь отсюда в любом случае. Мне все равно на самом деле. Ты дурак, что ли? Что он вообще творит? Почему он ездит туда? Ладно, мы сделаем все намного проще. Мы просто сгенерируем маршрут еще раз. Это на самом деле не сложно. Добавляем к нему БГА. Точнее поле 11 БГА. Дегистат. И еще раз пускаем со стартовой точки. И он ее наконец-таки находит. Все, друг, давай работай. И у нас потиху уже плуги завершают работу на маршруте. Поэтому прерываем маршрут и отвозим плуг в стойло. И паркуем сюда сейлку, которую поставим на маршрут чуть-чуть попозже. Этот парень тоже закончил свою работу. Поэтому ему маршрут мы тоже прерываем. Ну а этому осталось еще пройти одну полосочку. И мы его точно так же снимаем с маршрута. А пока он едет полосочку, нам нужно прикупить еще одну сейлку. Зачем, спросите вы, а я вам скажу. Мы берем вот такую за 58 тысяч, которая сажает картошку. Она тоже 6 метровая. И мы ее покупаем. И соответственно сбрасываем на базу. У нас сегодня будет посев свеклы и картофеля. И есть у нас с этой сейлкой, кстати, один небольшой косячок. Она умеет удобрять поле, но она на жидких удобрениях. А у нас есть пополнялка сухих. Поэтому нам нужно купить еще и пополнялку жидких удобрений. А именно вот такую за 8500 и большой вопрос, куда ее на самом деле впендюрить на базе. Чтобы это все дело было по маршруту. Можно ее в принципе вот здесь поставить. Насколько он вот так уже проезжает где-то, да? А давайте ее поставим, знаете где, вот здесь. Мы здесь все равно не ездим между этими двумя складами. Только она почему-то повернулась. Впендюрим ее вот здесь, например. Соответственно он будет проезжать и пополняться. Так, а у нас вот этот парень опять выпендривается. И знаете, что я подумал? Я подумал, что мы прерываем ему маршрут и везем на базу. И поставим проехаться по кругу удобрялку, которую мы все время удобряли сухими удобрениями. Это будет и быстрее и надежнее. Этого товарища мы опять-таки паркуем здесь. Что-то как-то с первого раза у меня не получилось это сделать по красоте. Я думаю вот так будет относительно ровно. И знаете, что мы еще сделаем? Мы этот трактор сбросим на базу. Фортиса, он сбрасывается на базу и соответственно в нем все обнуляется. И у него полностью сбрасываются все настройки курс плея. Это на самом деле хорошо, что так происходит. Если бы мы в прошлой серии с плугом точно так же сделали бы, то мы бы смогли. Ну не, перестал бы он тупить в общем-то. Ну и давай, друг, у тебя хорошо получалось. Ставим удобрения и посев в поле 11, расположение старта, бла-бла-бла, возврат на старт, да. И конечно же поворотную полосу по максимуму, генерируем маршрут. И добавляем к нему свеженький поле 11 база и запускаем со стартовой точки. Все, друг, погнал. Ну а тебя мы снимаем с маршрута и везем в стойло. И оставляем плуг здесь. Трактор мы паркуем, он нам сегодня не понадобится. Насколько я понимаю, все, пускай стоит здесь. А мы берем вальтру, цепляем на нее картофель и сажалку. И едем выставлять. Кстати, денег на посев картофеля мы можем сейчас вбухать. Просто капец сколько много. И точно так же, как и в прошлые разы, две культуры мы садим на поле одновременно. И картофель у нас будет справа. Потому что картофелеуборочная машина. А, это, кстати, автоматическая у нее направочная к обычной. Тогда пофиг абсолютно с какой стороны. Да, я что-то подзабыл. Простите меня, пожалуйста. Тогда пускай картошка будет слева. Ее будет чуть поменьше. Точнее, картошки может и будет чуть побольше. Но количество земли, которое на это уйдет. Точнее, даже не количество земли, а площадь поля, которую мы выделим под посев картофеля, будет меньше, чем на свеклу. Добавляем поле 11 база на сгенерированный маршрут. Так, а что это ты у нас так... А, я понял. У нас тут три. Я думаю, вот столько нам хватит. Можно даже еще на одну полосу. В общем-то, запустим вот отсюда. Двигатель оглушим. И, соответственно, перебираемся в другую сейлку. И генерируем маршрут для нее. Убираем три совместной работы орудий. Выставляем один. Генерируем маршрут. Добавляем поле 11 база. Выставляем так, чтобы видеть, где у нас и что у нас. И вот с этой точки мы его запустим. Будет у нас большое пятно здесь. Метров на шесть. И все. Ждем, пока поле удобрится. У нас тут, кстати, на водонасосной станции уже 5000, почти 6000 литров воды. И еще 6000 на второй. В принципе, можно их собрать и пустить в работу производства подсолнечника. Единственное, только сначала заглянем на мельницу. И, соответственно, уберем вот эти поддоны, дабы мельница дальше продолжала работать. Ну, а сейчас мы берем мана, цепляем к нему бочку. Едем, собираем воду. И, соответственно, отвозим ее на производство подсолнечника. Вот фиг мы здесь проедем с этой бочкой. А тут ветка вон мешает сверху. Я немножко заблудился. Эти края хреново знаю. Кстати, у нас там акс, видимо, придется отсюда задом выезжать. Что не есть хорошо. Вы же знаете, у меня с маневрированием вообще проблемы. Все, выгружаем сюда воду. Едем смотреть, что у нас с Фортисом. Сдается мне маршрут, который мы прописали. Он его не заполняет, в общем-то, сейлку. Поэтому, друзья, мы просто попробуем еще по маршруту разок проехать. Поэтому, что-то вот под конец записи всегда ни понос, ни... Вообще, что-то непонятное происходит. Давай, друг, с ближайшей точки посмотрим, заправляешься ты или нет. Вот он проезжает и не видит его даже. Хотя, если мы едем по этому же маршруту, он, да, он не заполняется здесь. И мне впадлу переписывать маршрут, поэтому знаете, что я сделаю? Я просто продам эту хреновину и поставлю на ее место другое. Поближе. И все, потому что откровенно впадлу. Отъезжаем чуть-чуть назад и запускаем с ближайшей точки. Вопрос, как тут ман проедет. И вопрос, как тут проедут сейлки, которые чуть-чуть шире. Это, да, в общем-то, тоже может быть косяк. Потому что картофеля сажалка, она шире, чем трактор. Да и трактора, кстати, те, которые на сажалках, они чуть-чуть шире, чем этот. Ну и довольно-таки быстро Фортис удобрил это поле. Поэтому нам остается лишь посадить сюда картошку и посеять свеклу. Надеюсь, я правильно сказал. И у нас уже все готово. Нам нужно только залезть в трактор и нажать кнопочку запустить по маршруту с ближайшей точки. А, ну и разумеется, выставить удобрение и посев. Все, этот парень пошел. Мы закрываем и запускаем вот этого, соответственно, парня. Также ему удобрение и посев с ближайшей точки запустить. Этот парень тоже пошел. Мы и его закрываем. Этого парня мы отсюда убираем вообще нахрен. Нам больше не надо будет удобрять поле. У нас сейлки с удобрялками. И мана, кстати, тоже неплохо было бы забрать и отвезти обратно на базу. И, друзья, я только что заметил, у нас сейлка сажает кукурузу. Вот это. Мы прерываем маршрут. У нас одна полоска останется кукурузы. Хрен с ней. Ставим свеклу. Я мне впадал это переделывать. Пофигу. Вовремя заметил. Останется у нас одна полоска кукурузы. И бог с ней. А мана мы, соответственно, дальше гоним на базу. Все. Они на сегодня наработались. Остается дело только за двумя тракторами. Ну и, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Поздравляю всех с наступлением весны. Я-то ее вообще капец как долго ждал. В следующей серии мы продолжим заниматься производствами. У меня тут есть подозрение, что посуночное масло в жидком виде продавать нельзя. И обязательно надо будет его упаковывать в коробки. Но что-нибудь мы, короче, придумаем. Ну а вы, ребята, пока что влепите лосик, пожалуйста, к этому видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Пишите свои комментарии. С вами был Никита Дилой. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok